Добрый вечер, добрый вечер, здрасте. В эфире телеканал Кривой, я Матвей Ганачешский и мой соведущий Сергей Доярков. Сергей, вы приняли успокоительное? Так, 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 так! Так, что не видно? Да, спасибо, все видно. Телеканал Кривой или, как нас называют действующий президент, мед ушей моих. Тема сегодняшней передачи «Почему Зеленский марионетка? Секунд, брехло, гивно!» Да тихо. Итак, правда ли, что за Зеленским стоит Коломойский, за которым сидит Ахметов, за которым лежит Фирташ, за которым снова стоит Зеленский, который успел перебежать? Мы начинаем, у нас настоящий эксклюзив, у нас на связи хозяин, владелец Зеленского, Игорь Коломойский. Добрый вечер, вы в эфире, здравствуйте. Вы точно Игорь Коломойский? Да, так, так, это я, так. Скажите, Зеленский это ваша марионетка? Так, да, то я правда, так, марионетку, так. Вам не кажется странным, что Коломойский сам говорит о том, что Зеленский его марионетка? Не-не, нормально, хлопцы, нормально. Ну что ж, тогда спасибо большое, что нашли в себе силы и рассказали нам правду. Вы не хотите ничего добавить? Так, если это имеет значение, я буду голосовать за Петра Алексеевича. Да, я бы вас попросил у нас. Мы не позволим вам здесь агитировать за добрых, красивых и самых умных кандидатов. Ось! И я кище по три мне доказы! Я прошу прощения, пожалуйста, примите успокоительное, Сергей. После эфира не переключайте телеканал Кривой, вас ждет семичасовой фильм «Документальные расследования». Служил ли Зеленский во время Второй мировой войны в войсках СС? Или это просто был похожий человек? Телеканал Кривой – канал для людей, верящих в правдивые фотоколажи. Ну что ж, а мы продолжим. И у нас в студии есть – это первая женщина Володимира Зеленского. Секуна! Прекуна и гибна! Ангелина! Добрый день! Добрый вечер, Ангелина! Здравствуйте! Расскажите вашу историю. Ну, мы познакомились с Зеленским в парке, когда он пытался меня изнасиловать. Типичный Зеленский! Типичный! Скотина! Говно-прекуна! Я сейчас сам таким стану, Сергей. Тихо. Продолжайте, Ангелина. Ну, он сразу сказал, что предпочитает мужчин. А когда я подчеркнула, что я женщина, он перепроверил и расстроился. То есть он вас изнасиловал? Ну, конечно, что не видно. Ну, он же вроде как по мужчинам. Послушай, дорогуша, мне сказали просто говорить текст, мне не говорили, что будут вопросы. Спасибо большое. У нас в гостях была первая женщина Зеленского, Ангелина. Спасибо, провожаем аплодисментами. Телеканал Кривой. Наши журналисты после смерти попадают на Пятый канал. А мы продолжим. Телеканал Кривой. Смотрите совсем скоро. Голые бабы, наркота и садомия. Мы дадим вам все, лишь бы вы не смотрели «Слугу народа 3». Матвей, у нас уникальная подия. У нас есть возможность поспелковаться с пенсионеркой, якой пообещала и не допомогла Юля. Нина Ивановна, это вы? Добрый вечер, здрасте. Да, это я. Скажите, пожалуйста, а правда, что Юля пообещала вам купить хлеб и не выполняла свои обещания? Да, это правда. Она сказала, пошла отсюда бабка, я ненавижу пенсионеров и обману их при первой возможности. Я так разумею, вы не будете голосовать за Юлю. Я вам скажу, как женщина, которая пожила и повидала, скажу, как мать и бабушка, зачем за кого-то голосовать, если мы не дали доделать действующему президенту его обещания? Дякую за вашу цікаву думку. Разрешите идти? Идите. Есть. Напоминаю, что в эфире телеканал «Кривой» когда-то под другим названием мы привели к власти Януковича. У нас в гостях пенсионер Аркадий, которого в прошлом году якобы, я подчеркну, якобы, якобы, сбил кортеж президента. Добрый вечер. Добрый вечер. А каждый вечер при правлении Петра Алексеевича для украинцев добрый. Это истину, говорит Аркадий. Присаживайтесь, пожалуйста. Расскажите, что же на самом деле произошло. А я рассказываю. Значит, я переходил дорогу в районе метро «Арсенальна». А вдруг, дивлюсь, на мене мчится автомобиль Володимира Зеленського. С номерным знаком «Я собью тебя, дед АА». АА – це мои инициалы. Як вам? То есть, вы за рулем увидели Владимира Зеленского? Ні. Зеленский був на пассажирскому. За рулем сидів Анатолій Гриценко. Или Андрей Садовой, выбирайте, хто вам неудобнее. Обидва! Обидва! Понял. За рулем сиділи Садовой і Гриценко. Ну, якось потіснілись, наверное. Сіли на одне сидіння. І управляли автомобілем. Гриценко подрулював левой рукой. Садовой рукой Кремля. Зеленський сидів справа і з такими, знаєте, красними очіма. Ну, наркоман. Це відвістний факт. Він кричав «Даві сідого, він не дивиться квартал». Ось типичний Зеленський секунд прихлопив дно! Я прошу прощення, Сергій. Пойдіть проведіть Литвиненко в клетці. Я вас дуже прошу, будь ласка. Так, спасибо. Продовжуйся, академ. А потім автомобіль з Зеленським, Гриценко, Садовим і Юлії Володимирівною. Тобто в машині була ще Юлія Володимирівна. Так. Коли мене машина збила, багажник відкрився, з нього викатилась на своїй цій тілежці Юлія Володимирівна. Підійшла до мене і сказала, запомній, дєд, так буде з кожним, хто проти нас. Гриценко так хихикнув свій хитрій ус, і вони уїхали. Це в їх стилі, це їх почерк. Скажіть, Аркадій, почему тогда все средства масової інформації писали о тому, що к этому причастен Петр Порошенко? А, я об'ясню. Після того, як машина з врагами України покинула місто происшествия, я почав молитися Богу о помощі. І Петр Алексеєвич почув мої молитви і прийшов на помощь з аптечкою і крильями. Він оказав мені першу, другу, третю і четверту помощь. Я йому дуже благодарен, що в тяжку хвилину він протянув мені штуку помощі. Ви хотіли сказати руку. Руку, в якій була штука помощі. Спасибо большое. У нас в гостях був пенсіонер Аркадій. Я напоминаю, що в ефірі телеканал Кривой. Телеканал Кривой, ви можете не голосувати за Петра Алексеевича, ми сделаємо це за вас. Спасибо. Ми продовжуємо. А шо у нас за позиції? А я вам скажу так, а Хрин знає? Да. Тому на це питання відповість політолог Юрий Валеріюч Хрин. Супер. Добрый вечер. Я подниму ваше успокоительное. Встречайте нашого експерта. Юрий Валеріюч Хрин. Добрый вечер. Ну, расскажіть ваше мнение, як політолог, що думаєте по цьому поводу? Ну, багато називають Андрея Садового порядочним человеком. Ви мене извините. Ми президента выбираємо. І ли того, хто воровать не буде? Не, ну, як діти малые. А що ви можете сказати про Бойко? А шо тут сказати? Ему віддав голоса Робинович. Так. Ну, а якщо Бойко захочет кому-то віддати голоса, кому він їх віддасть? Кому? Ну, конечно, Робиновичу. А якщо він виграє вибори, він віддасть страну Робиновичу? А кому віддасть страну Робинович? Кому? Ну, ми ж прекрасно розуміємо. Обратно Бойко. Ну, не знаю, як ви, а я не хочу жить в епоху бадминтона. Супер. Спасибо большое. Спасибо. Это был Юрий Валерьевич Хрен. Спасибо. Напоминаю, що в ефірі телеканал Кривой. Телеканал Кривой. Ізображение останеться, даже якщо ви виключите телевізор. Спасибо. А мені тут ухо підказують режиссеру, що ми давно не критикували діючу владу. Согласен. С Сергеем, с моим соведущим Доярковым. Конечно, многие завистники, многие завистники могут сказать, що Петр Алексеевич использує бікборды Путина. Но он им на це ответит з улыбкою і з гордо поднятой головою. Щоби победити врага, нужно действовать і думати, як враг. Телеканал Кривой. Ми должны були бить Радио, але нам дали бабки. Петр Алексеевич, у нас в студії ще один гість. Це перша вчителька Володимира Зеленського, гівна із Сикуна, Татьяна Іванівна. Здрасте. Добрий вечір, Татьяна Івановна. Так, Татьяна Івановна, перше питання. А скажіть, чому саме в школі ви навчали Зеленського тут? Ну, прежде всего, конечно, воровать. Ну, і немножко географії. А чому географії немножко? Вы знаєте, Зеленський настільки прекрасно научился воровать, що вскоре сперся учебники по географії. Типичний Зеленський, секунд, брехло! Тихо, примите успокоительное, Сергей. У нас наступне питання. Скажіть, Татьяна Іванівна. А де на фізкультурі стояв Зеленський. Як щас помню, перед Коломойським. Ось, чули, вже туди за Зеленським стояв Коломойський! Так, спасибо большое, Татьяна Івановна. Можете йти. Столовая. Да, столовая, прямо по коридору направо. Спасибо. Спасибо большое. Мы продолжим. Не так давно разгорелся скандал с огромными кражами в Укроборонпроме. У нас на связи наш собственный корреспондент Артур. У нас прямое включение с места событий. Артур, здравствуйте. Добрый вечер, Матвей. Я уже как два часа нахожусь в самом Укроборонпроме. И пока что не было никакого намека на какую-либо коррупцию. Студия. Да, да, спасибо, Артур. Мы так и знали. Спасибо. Вы знаете, еще в самом начале Петр Алексеевич обещал курс доллара 13. Сейчас курс доллара 26. А теперь скажите мне, как можно не выбрать человека, который исполнил свои обещания дважды? Ну шо ж, тем был канал Кривый. Канал с прямым финансованием. Телеканал Кривой. У нас столько грязи, что скоро нас приравняют к санаторию. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо.